Микс Ньюс Добрый день, в эфире программа «Разворот». Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. В ближайшие 45 минут будем говорить о спорте с спортивным журналистом, комментатором Анатолием Крейпенсом. Добрый день. Добрый день. Телефон на прямом эфире 672-12-93-9, 672-13-93-9. Также можете писать вопросы и комментарии в видеочате на портале MixNewsLV. Мы начнем, конечно же, с баскетбола. Закончился чемпионат Европы, на котором сборная Латвии заняла пятое место. И это лучший результат сборной после восстановления независимости за последние 27 лет. Напомню тем, кто забыл или не проследил, в 1-4 финала Латвия проиграла Словении, уступила 6 очков 97-103. Так, Анатолий, выступление сборной Латвии. Все-таки какие эмоции в итоге, в результате вам доставило? Радостные или все-таки грустные, потому что могло быть лучше и ждали, может быть, лучшего? В основном радостные, конечно, и положительные. Это без сомнений, потому что... Ну, ждали, конечно, наверное, больше, что думали, что реально пройти до полуфинала, а дальше там уже, как говорится, как карта лежит, как получится, но с другой стороны, не только результатом, высоким местом наша сборная себя проявила, ведь мы уступили только два матча, и мы уступили только финалистом чемпиона Словении и вице-чемпиона Сербии. Остальным мы никому не проиграли, с кем мы играли. Так что... Но и своей игрой, вот как раз тем баскетболом, что мы продемонстрировали, ведь очень многие специалисты, да все, пожалуй, это я уже потом, уже после чемпионата, когда приехали и коллеги, и игроки сами, и тренеры, и представители федерации, и сборного союза Латвии, и говорили, что две сборные были на этом турнире, это как сокровище этого турнира, Словения и Латвия, по игре своей. Вот самые большие симпатии у так называемых нейтральных болельщиков завоевали именно эти две команды. Такую презрительность, симпатия получили. Тут вне конкуренции, и одна, и вторая команда. Так что... И еще что важно, что, я думаю, вот этой игрой, этим пятым местом, и наконец-то, я так надеюсь, что вот этот какой-то негатив, что был, и по отношению к баскетболу, может быть, это может не столько к результатам, сколько к таким разным там происшествиям вокруг баскетбола. Я думаю, что вот это все просто стерли уже из этих файлов все. И это... Ну, сейчас есть к чему стремиться. Это вообще должно повлиять как-то на баскетбол, на следующие поколения, на все молодежные сборные, начиная вот... И по отношению игроков, которые все-таки... Некоторые молодые игроки, ну, они поддались на уговоры там своих агентов или еще кого-то, которые не выступали за сборную. Я имею в виду молодежные разных возрастов команды, не национальную сборную. Что насколько это престижно, насколько это важно сыграть за сборную и создать через команду для себя такой имидж, как создали... Ну, те игроки, у которых, может быть, его не было. Потому что такой команды у нас... Ну, вот, как раз как команды. Великолепные игроки у нас были. Когда мы первый раз попали в восьмерку в 2001 году, я как раз был в Турции, тогда тоже на турнире. У нас была прекрасная сборная. Тогда Каспар Скамбала впервые выступал. И тот же Богацкий сыграл, и Штелмахерс, и Хелманис, и Раймонд Смикден, и их, собственно, лучшие разыгрывающие турниры. Так что великолепная была сборная. А вот как раз как команда... И та сборная, кстати, по игре очень напоминала вот эту команду под руководством Армонса Краулинша. Тоже был яркий такой баскетбол, эмоциональный. Ну, немножко как раз эмоций, мне кажется, тогда на вторую часть чемпионата и не хватило. Может быть, такой телеустременности не хватило. Потому что вот эти игроки, они, что меня, если честно, даже поразило, после выигранных матчей, после той же игры с Турцией, после игры с Черногорией, когда мы просто разгромили соперника, ни малейшего такого полета в облакане было. Да, вот плюс 30, но игра была тяжелая, соперник сильный, и что все, забыли, думаем про следующую игру. Вот такая атмосфера, какая царила в этой команде, ну, я не знаю. Мне кажется, ни в одной предыдущей сборной такого не было. Но со Словенией тоже вот результат достаточно не было, там ни в одни ворота до конца держала игра. Ну, да, конечно. А чего не хватило-то? А кто знает? Тут одной причины нет. Может быть, вы знаете? Нет. И Богатский тоже не знает. Одной причины нет. Потому что, ну, к сожалению, я соглашусь с капитаном нашей сборной, с Янисом Бломсом, который сказал, что обе команды заслуживали место в полуфинале, но место там было, к сожалению, только одно. Но, да, и так что тут славянцы сказали бы примерно то же, если бы не проиграли. Потому что там могло качнуться и в одну, и в другую сторону. Да, можно сказать, там, может быть, чуть-чуть не хватило терпения в конце, когда мы уже оказалось, все, догнали. Может быть, чуть-чуть не хватило терпения. Но, опять же, попади тот один-второй бросок. Мы говорили бы совсем по-другому. Вот как своевременно, как смело, не испугались. Вот насколько много решает один бросок. Попал. Ну, Драгич там назабрасывал. Не попал. Не хватило терпения или что-то. Ну, Драгича никто не мог остановить. Это когда уже у него там ногу свело в финале, он сам ушел. А иначе его в сербе не остановили. Это сто процентов. Нет, ну, я... Просто писали, вот ваши коллеги, спортивные журналисты тоже читал, что если была атака очень сильная у Латвии, то вот с защитой, может быть, были какие-то проблемы. Не хватало таких вот, как и раз, никогда. Ну, может быть, да. Но назовите мне команду, которая остановила Драгича на этом турнире. Такой нет. Турнирная таблица, она говорит тут сама за себя. Да, не зря он MVP получил. И он вообще был лучшим игроком. Мы до чемпионата знали. Один на один. Но никто не сыграет с ним. Нет вариантов. Это один из лучших игроков в этом... В НБА, не только в Европе. Но тут, я думаю, наши тренеры поступили очень грамотно даже, чисто тактически. Но Драгич свое забьет. Дончич тоже свое забьет. Так нужно, наверное, все-таки реализовать больше... Нейтрализовать других, чтобы те меньше им помогали. Ну, по большому счету, так и вышло. Но, опять же, вот... А симулировали славянцы? Писали, Богатский сказал, что симулировали много. И судьи были какие-то очень такие... Ну, симулировали... Ну, это характерно бывшему югославскому баскетболу. Может быть, славянцам как раз меньше всех. Там сербы, там хорваты. У них там больше нравится. Там Черногория, эти все. Но я не думаю, что там особо уж это было настолько ярко. И что это что-то определило. А насчет судей... Ну, судей не судили никому на пользу и наоборот. Просто, опять же, тут конфликт между ФИБО и конфликт между Евролигой привел к тому, что чемпионат Европы судили судьи из Венесуэлы, из Порта-Рика, из Бразилии, из Аргентины. Они наверняка хорошие судьи. В своем регионе они одни из лучших, даже лучшие. Но все-таки есть нюанс. Нюанс игры в баскетбол. В Южной Америке, что играют здесь. И нюанс судейства. Нюанс трактовки некоторых моментов. Но он отличается. Правила одни и те же. Но по нюансам, по трактовке они отличаются. Это в любом игровом виде спорта. Так же. И в футболе, и в том же хоккее. Возьмем Северную Америку, Европу и так далее. И просто иногда смотришь, и ты уже не понимаешь, за что дают фолл, а за что не дают. В обе стороны. И в ту, и в другую. И в нашу пользу были свистки. Мы сидели и думали, хорошо, что нам на пользу. Там буквально следующая атака нам уже не на пользу. Такая же спорная ситуация. Я не думаю, что судьи каким-то образом повлияли на исход. Ну, так кардинально повлияли на исход какого-либо матча. Может, ты там все игры не видел. Это физически невозможно было. Но с нашим участием, и по крайней мере в нашей группе, на групповом турнире, не думаю. Думаю, такой игры не было. Ну, вот все говорят о команде, и там называли уже Dream Team еще до чемпионата. Эту команду там в 35-й год вспоминали очень много. Если говорить по пятеркам тем же, насколько сбалансирован состав в плане пятерок, потому что, безусловно, сильная первая пятерка. А потом, как казалось, с теми же британцами был колоссальный перевес, и скамейка запасных как-то немножко его подрастеряла. Хотя с Россией наоборот случилось. Ну, вот та игра с Британией, она не показатель, потому что там был настолько большой перевес. Я думаю, что вторая, те, что вышли в четвертой четверти, они морально были не готовы. То, что они не хуже игроки, это... Ну, это в любой команде. Есть у кого-то 6-7, у кого-то 9 игроков. Таких, которые тренер в основном использует. В матчах плей-офф, ну, там уже не до экспериментов, там уже играют основные игроки, там скамейка меньше используется. Но, опять же, в том же финале, насколько сильно сыграла скамейка сборной Словении, да, когда Дончич ушел, когда главный игрок получил травму тоже. И, ну, у нас, я думаю, достаточно... Ну, это не бездна в любом случае, но это не вот такой отрыв. Конечно, есть разница между, скажем, 11-м и 12-м игроком, который выходит первый на замену, шестой игрок называемый. Но она не настолько большая, во-первых. Во-вторых, я думаю, со временем она будет еще меньше, потому что по разным причинам у нас все-таки не было всех, ну, может быть, не лучших игроков, но игроков, которые, ну, каким-то образом могли бы вот как раз эту скамейку усилить. Например? Ну, у кого травмы были. Ну, тот же, я думаю, Анджей Пасочник, не хватило его. Тот же, ой, Арсенович из-за травмы так и не восстановился. Да, и, ну, кто еще там мог? Ну, эти два мне вот в первую очередь приходят на... Пасочник, он же в Испании, да, будет играть? Ну, да, он будет играть в Испании. Я, если честно, вот, насколько я знаю, это, опять же, такие разговоры... Кулуарные. Кулуарные, да, что представители вот клуба НБА, они понятия не имели, что Пасочник, они даже удивлялись, почему они играют на чемпионате Европы. Так что они не то, что не запрещали кому-то играть, даже наоборот. Вот, так что тут, ну, опять, наверное, где-то кто-то в кулуарах сработал, что давай тебе лучше индивидуально поработать и так, и так, и так. Если это пойдет на пользу в будущем, ему самому и сборной, ну, ладно. Этот турнир прощаем. Тем более сейчас, в ноябре уже начинается квалификация Кубка Мира. И там еще неизвестно, сможем, сколько игроков из, так называемой, нашей первой пятерки. Ну, из шестерки. Ну, НБА практически отпадает. Нет, это, да, в СБА, танцы позже не отпадают автоматически, да. Может быть, в сентябре следующего года вот там будут игры. Я думаю, что там... Получится. Может быть. К тому моменту уже многое будет сыграно. Во-первых, много будет сыграно. Во-вторых, мы не знаем, что будет на следующий год и как, может, там клубы, опять же, решат, что нет, не нужно вам играть. И ведь конфликт между Евролигой и ФИБО не разрешен, потому что у Евролиги нет окон для сборной. А это значит Дайрис Бертанц, это значит Янис Стрелл, это значит Янис Стрелл, это значит Янис Тимма. Вот вам пятерка. Но, опять же, это не значит, что они не будут играть, потому что в некоторых странах отношение к этому разное. В той же Германии, например, Бамбергу чемпионов сказали однозначно, если вы не дадите игроков в сборную, вы в немецкой лиге играть не будете. Разговор закончен. Греки, турки сами сказали. Нет проблем. За сборную будут играть. Ну, это хорошо, потому что в Греции страны их сыграют, они пустят своих, они пустят и других. Ну, я думаю, что какой-то компромисс хотя бы частично будет найден. Давайте звонок сейчас примем, нам скоро превратиться надо будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Хочу поблагодарить команду за прекрасную игру. Мы как раз были на довольно умелом курорте. И когда наши играли и выигрывали, я был единственным из Латвии, ну, мне было реально приятно. Я ходил на дух в щеки, и на меня смотрели все с большим уважением. Ну, не на меня, а на игру наших ребят. И важно то, что это все должно иметь воспитательное значение, потому что дети должны видеть, что играя в Латвии, можно выигрывать, можно играть на высоком международном уровне. Чего, к сожалению, не хватает у наших других спортов с мячом, к сожалению. Поэтому вы доставили нам огромное удовольствие и внушили в нас надежду, что действительно латвийский спорт все-таки начинает, как говорится, пробуждаться. Спасибо. Спасибо еще раз. Соглашусь на все сто процентов. И возможно, что вот это самое главное приобретение с этого чемпионата, что слушатель наш сказал сейчас. Вот это пример такой, что мы можем тоже. Где начинали играть все эти игроки наши, вот, звезды? Тут же. Кто из Краслова приехал, кто из Резакны приехал, кто из Лепае приехал, кто из Риги, кто тут. Извините. Ну, вот тут они все выросли, да, а поздно, если в 15 лет уехал там в Испанию, так и братья Курци уже в Испании. И тот же Шмидт уехал в 15 лет в Испанию. Навернулись. Тоже один из основных игроков. Но это же как раз хорошо, если талантливые игроки уезжают туда, где имеется лучшая в Европе лига, лучшая молодежная система, объективно лучшая, потому что конкуренция там намного больше. Это не значит, что наши тренеры ничего не знают и не понимают, я имею в виду, молодежные, детские. У нас достаточно умные тренеры, и если бы так не было, у нас не было бы таких игроков уже с детского, юношеского возраста. Так что, я думаю, что это вот этот пример, он должен очень сильно положительно повлиять на следующие поколения баскетбольные. И не только, я надеюсь, на баскетбольные, потому что, да, в других играх с мячом, и не только с мячом. Есть другие проблемы. Привемся сейчас на новости рекламы. У нас спортивный журналист, комментатор Анатолий Крейпанс. Говорим о спорте. Скоро вернемся. Микс-ньюс. Мы продолжаем этот разворот. Журналист и комментатор Анатолий Крейпанс у нас в гостях. Мы о баскетболе говорим и еще немного об этом поговорим. Как вы видите дальнейшую судьбу Айнара Богатскиса? Положительно. Ну, по-конкретней. Но тренировать сборную он не будет. По-моему, не знаю. У него контракт закончился, но в четверг собирается руководство федерации или союза баскетбольного. Завтра? Да. Богатскис там отчитывается. И потом они говорят дальше. Почему нет? Им уже могут поступить встречные предложения, например, из каких-то европейских клубов. Пока что не поступили конкретные никакие... Ну, учитывая успех сборной на чемпионате. Ну, понимаете, в чем дело? Сезон везде уже начинается. Все места тренерские заняты уже. Я думаю, что раньше, чем к Новому году, может быть, к концу ноября, ничего не поступит. Просто ниоткуда поступить. И я думаю, что Богатскису предложат это без сомнений. И я даже думаю, что он согласится. Потому что он без клуба. Потому что... Деньги тоже надо сыграть. Во-первых, он знает всех игроков. Ну, в принципе, любой тренер знает, наш местный тренер. И что было перед чемпионатом, вспомним. Тот же Шталберг, тот же Шталмахерс и Святиклубы не отпустили. В сборную ассистенты тоже поменялись из-за этого. И если бы у Богатскиса, скажем, сейчас поступило какое-то предложение, там тоже непонятно. Клуб сказал бы, да, мы тебе предлагаем очень хорошее условие. Это при одном условии. Ты работаешь только с клубом. И это нормально, это можно понять. Ну, какой работодатель, клуб возьмет тренера, который будет регулярно отлучаться в сборную. Хотя Богатскис успешно работал в разных клубах на протяжении 7 лет. Да, в том-то и дело. Так что у него предложения будут, но еще не сейчас. Так что я думаю, что... Ну, опять же, если он согласится работать со сборной, то федерация должна иметь вариант «Б». А вдруг его вот в ноябре, в декабре поступит такое предложение... Призовут. Ну, у нас такое, от которого не отказываются, да. Ну, конечно, должен ехать тренер. Он-то молодой тренер, ему 50 лет всего. Так что он должен ехать и... Если он молодой, то Гулбис. Это насколько молодой тренер? Ну, Гулбис, ну, Гулбис, это, по-моему, вообще какой-то уникум и Гулбис. Виндерсий Висоцкий, один из помощников Богатскиса, про которого я вот в среде баскетбольной... Ну, людей, которых в баскетболе дольше, чем я прожил, мне кажется, вообще на свете, да. Очень блесно отзываются и Шталбергс, тоже очень молодые тренеры. С тренерскими кадрами у нас все в порядке, у нас очень хорошие, умные тренеры, даже очень талантливые тренеры. Но без тренера сборная не останется. Ну, кто, если не Богатскис, допустим? На сегодняшний день... Сталмахер сможет? Да, но, опять же, клуб его не пустит сейчас. Да, конечно, нет. Если не сейчас его перед... Ну, опять же, перед чемпионатом, когда клуб не... Тут даже нельзя обижаться на клуб. И упрекать ни в чем. Ни Венспилс, ни тот же Летко Белис, который Шталбергса не отпустил. Ведь, вот поймите, создается команда перед сезоном, комплектуется состав, наигрывается без главного тренера. Как это? Ну, в хоккее ты успешно практикуешься. Ну, можно сказать, вот Огра тоже отпустила в Висоцкий сад. Но там у него все-таки ассистент. Он уже был в этом клубе. Он уже и до этого работал. Это он не снова туда пришел. Это немножко другая ситуация. А Мужникс? Тоже хороший вопрос. Он сейчас без клуба. Он сейчас без клуба. Вот я его как-то недавно встречал, правда. Мы так переименулись. Если бы было время... Наверняка спросил бы у него. Ну, хочет ли он сам? Он уже был. Он уже тут работал. Тоже, хотя он был в Турции, присутствовал почти весь турнир, смотрел игры. На сегодняшний день, если Айнерсу предложит, и он согласится, я считаю, что это самый оптимальный вариант. Дальше там посмотрим. Время покажет. Хорошо. Сейчас на поездке дня в баскетбольный получается квалификация на чемпионат мира. И NBA там точно уже не поможет, и другие могут не помочь. Какие вообще перспективы? Кто-то может не помочь, но я думаю, что перспектива в любом случае очень хорошая. Даже вот если этих не будет игроков, все-таки у нас даже вся скамейка... Ну да, еще Кристоф Стейныченко завершает карьеру в сборной. Он уже сразу сказал, что если я попаду на чемпионат Европы, то это последний мой турнир. Но Янис Бумсон всегда готов приехать и приедет, и сыграет. И все-таки... Ну, и команда у нас в любом случае неплохая. Тот же Пасочник сейчас... Все-таки приедет. Сейчас уже ничто не мешает. Тем более он обещал, что да, вот, во время сезона нет проблем. Кто у нас? Турция, Швеция, Украина. В подгруппе три команды выходят. Две из них знакомы по этому чемпионату, собственно. Да, да, да. Сборная Украины такая темная лошадка была, но довольно такая опасная. Может легнуть, если недооценить их, да. Так что я думаю, что у нас очень... Турки, опять же, они сказали, что наши все игроки, которые из Евролиги будут играть за сборную. Ну, у них Осман уезжает в НБА. Там Каркмас, я не помню. Будет он, не будет сейчас в НБА. Ну, он как бы был, но начнет этот сезон, если честно, я даже не смотрел. И у них, в принципе, тот же почти состав остается. Кто-то добавится из молодых наверняка. Ну, я думаю, у нас вполне хорошая команда получается. Плюс те игроки, кто не попали в состав. Кто-кто-кто, как говорится, был тут на подходе. Может, кого-то, кого не взяли. Тот же Фрейманист, тот же Берзин. Не смотря, где он будет, где он начнет сезон, где будет играть. Ну, это шанс для других. Ведь места пусто не бывает. Это заполнят. Мы в тройку должны попадать и выходить без НБА и даже без тех трех игроков. Но до этого не получалось с чемпионатами мира? Ну, да. Но сейчас эта система поменялась немножко. Ведь, не, ну, мы в любом случае в финальную часть не попадаем даже. Там еще потом А-группа. А в А-группе играют Испания, Словения. Это уже другие сборные. Нет, Черногория, по-моему, нет. А может, и Черногория там даже. Я не помню. Но эти две точно. Так что там... А, Белоруссия там еще. Ну, Белоруссия там, я думаю, не конкурент. Они в тройку не попадают. Так что там опять образуется шесть команд, группа. И потом вот оттуда уже три первые проходят в финальную часть чемпионата мира. Чемпионат Латвии скоро тоже стартует. Какие прогнозы на этот счет? И отдельный вопрос. Как видите перспективы Кристопа Валтерса на посту тренера Валмера? Начну со второго вопроса. Я считаю, что Кристопсу Валтерсу повезло. В том смысле, что Валмера не такая сильная в этом году. В прошлом была очень сильная. Да, ему будет легче начинать. Ну, сейчас они одного талантливого парня получили. Вот из Фэн Лабрада как раз. Мишка нападающий 2-0-4 такой. Но он 17 лет, парень хороший. Так что ему будет легче. Потому что, ну, если что-то не сложится, у него нет повода, у руководства клуба сейчас вот требовать какого-то результата. Тут уже, я знаю, некоторые коллеги там посмеялись даже, его встретив, что как тебе повезло, что у тебя не такая сильная команда. Это в любом случае будет очень интересно посмотреть, что из этого получится. Но, опять же, он не то что зеленый тренер, он даже очень сырой тренер. Вчерашний игрок. Вчерашний игрок, да. Так что тут не нужно ждать, я не знаю, каких-то тут сенсаций. Ну, а в целом по чемпионату? В целом, я думаю, что это, опять же, другая тема. Потому что вот на сегодняшний день под вопросом участия Юрмалы, под вопросом участия Баронс, квартал был под вопросом, но снялся этот вопрос участия Екопилса. Вот все эти перемены в местной власти, к сожалению, это не только к баскетболу относится, повлияли и как-то на спорт в том числе. И повлияли не потому, что те, кто пришли, вдруг не любят спорт. Нет. Опять же, повторюсь, это не только относится к баскетболу и вообще к спорту. А вот почему-то такой принцип, что вот то, что хорошее сделал предшественник мой, надо уничтожить. Что это все было плохо. С кем он сотрудничал, с этим мы не дружим сейчас. Вот давай мы сейчас сами все. Ну, а кто-то у вас страдает. Ну, не предшественник от этого страдает. А те, которые уже что-то успели сделать или начали, или уже даже сделали, они от этого страдают. Ну, вот это непонятно. Ну, никак. Не только по отношению к спорту, а вообще. Что за собой несет смена власти, скажем так. Еще недавно Валдерс и Камббелла писали письмо о комплектации, публичное письмо о комплектации в сборной. Теперь оно, видимо, выглядит уже не так убедительно. Ну, не нужно читать такое письмо больше. Ну, не знаю, помнят ли они это. Ну, что делать. Тогда у них было такое мнение, сейчас, наверное, другое. Ведь со временем мы узнаем, кто прав, кто не прав. Я думаю, что Иго будет такая, что Вэйф Фэнспилс. Классически. Да, это в этом году более классически, чем обычно. И я думаю, что, учитывая вот все вот эти изменения, чисто финансовые и такие, я думаю, что Огра в этом году выйдет высоко. Ну, посмотрим, что там получится у того же Якоба, Савалмир. Но, опять же, нет худа без добра. Каждый год уже много лет заканчивает сезон юношеская баскетбольная лига. Старший возраст там, сколько, 18-19, да? Так, ребята, карты в руки. Такого шанса, как сейчас, проявить себя. И чтобы вас заметили, у вас, может быть, и не будет лучше. Вперед! Держдайте! Хорошо, не так уже много времени остается. К другим темам. Сейчас перейдем, в частности, к хоккею. Что происходит за Динамо Рико? Не знаю. Каков, насколько велик кредит доверия по отношению к Сандесу Озловичу? Ну, я думаю, что до Нового года точно, я так предполагаю. Хотя, с другой стороны, я бы не стал бросать все камни в сторону Сандесу Озловича. Он где-то немножко даже такой заложник ситуации, скажем так. Потому что в предсезонные игры все обнадеживало. Но в том травм было много. Все были оптимисты, да, там травмы были. Но и те, кто без травм, почему-то вдруг не играют тоже. Вот там некоторые говорят, вот, там 9 побед подряд с 9 легионерами. Ну, так, а почему тогда местные игроки не проявляют себя на фоне таких плохих легионеров, если уж они настолько плохие? В легионере там в основном-то и что-то хоть немножко ковыряют и забрасывают. Но я не знаю, тут нужно смотреть глубже, нужно искать, наверное, причины где-то не на поверхности. Но, на мой взгляд, одна из причин, это что-то субъективное, конечно, мнение, что у этой команды нет ни одного по-настоящему тренера. Это все вчерашние или в лучшем случае позавчерашние игроки. И мне кажется, они даже немножко растерялись. А что сейчас? Ну, ладно, вот Золинч полгода проработал. Нижевый уже там был вторым тренером, там с молодежью работал. Анкипан в сезон у Скудры был, сейчас он GM, но там тоже в тренерском процессе участвует. Нет ни одного тренера с опытом, как раз главного тренера, с опытом работы главного тренера. А что мешает ему взять? Ну, об этом, наверное, перед сезоном нужно было думать, когда комплектовали эту тренерскую команду. То, что из этих бывших игроков кто-то, а может быть и все вырастут в хороших тренеров, ну, если честно, не сомневаюсь. Но результат нужен сегодня. Ну, может быть, завтра с утра. Уже Ваффе нужен. Да, уже вчера нужен был. Да, да. Уже, может, завтра утром, но не позже. И вот тут такой опытный главный тренер, конечно, очень пригодился бы. Опять же, тут на уровне нюансов все. Но по иронии судьбы на Востоке Лада с Абблсом тоже на последнем месте. Ему тут накануне читалось, что ему ультиматум поставили. Вот я вчера об этом подумал. Вот, освободит Абблс, нужно как раз забирать сюда его. Ну, да, у него-то опыта намного больше. Хотя он тоже молодой тренер еще. Ну, нет, я, конечно, желаю Артесу, чтобы и он остался, и команда осталась. Виктор Игнатьев все-таки в этой команде один из ассистентов. Так что, я не знаю. Ну, вот нужна хоть какая-то там такая, не знаю, вымученная победа. Вот одна сейчас нужна. Или сегодня в Нижнекамске. Да, всего, что поднимается. Сланок, давайте примем. У нас тут время заканчивается. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Вот, вас два, один профессионал, другой профессиональный любитель, как я понимаю. А теперь, если можно, дилетант абсолютно ответить на такой вопрос. Я чисто по СМИ служу о том, что там происходит. И вот Киров Глипман предсказывал вот то, что сейчас случилось, когда там господин советский, советский, бывшего нашего премьера, сделал, так сказать, руководителем. Да, президентом. Так вот, он что-то там предсказывал на эту тему. Я не могу судить о том, из-за этого или не из-за этого. Но так получается, что, в принципе, команда наша, как бы сказать, на деньги из-за бугра существует, да? И вот как это связано с финансированием или не связаны те проблемы, которые возникли у нашей команды? Это, естественно, что деньги, если есть, то можно тех или иных удержать игроков или тех или иных... Спасибо, спасибо. У нас время мало. Простите, пожалуйста. Ну, я не думаю, что тут с Калвитосом вообще какая-то связь. Президент Федерации, тем более, сейчас договорились, что Хартли остается в сборной Латвии. И тут деньги из-за бугра не с первого сезона уже, не только с этого сезона. И команда по бюджету, конечно, далеко не наверху и даже не посередине КХЛ, но и не в самом низу. И вот сейчас пошел слух, что, может быть, финский защитник Салмела появится. Все-таки чемпион мира в свое время в составе сборной Финляндии. Так что, ну, не бедствуем. Я думаю, не в деньгах. Ну, в финансовом смысле, но не бедствуем. И тем более, что, ну, такие слухи распространяются быстро, если там задерживаются зарплаты, там еще что-то. Ничего подобного нет. Дело в другом. Дело в другом. А в чем? Он в советских собещал к столетию Латвии участие в Кубке Гагарина. В смысле попасть в плей-офф, да? Да, да, да. Ну, поезд уже тронулся, скажем так. Тронулся, да. Мало времени остается. Еще одну тему хотелось бы обсудить. Коротко. Предолимпийский сезон тоже уже на носу. Какие перспективы нашей сборной? В частности, конечно, это бобслей, скелетон, биатлон, фигурное катание тоже. Да, фигурное катание тоже. Хотя тут о медалях говорить не будем. Потому что, хотя, я думаю, Дима Васильев, он должен там порадовать нас хорошим местом, хорошим катанием. Ну, тут ничего нового никто не скажет. В скелетоне что? Готов Дукарс уже к золоту или нет? Знаешь, приезжали недавно корейцы здесь, корейское телевидение, они снимают фильм. Почему? Вот в Латвии вот именно вот эти виды спорта зимние, вот традиции и все такое, все такое. Ну, конечно, они на своего этого Суна надеются. И они спросили меня, может ли Сун выиграть? Конечно, может. На своей трассе. Почему нет? Суна может не быть, я так понимаю. Или как там у себя дела? Ну, на эту тему я не хочу говорить, потому что там, мне кажется, опять кто-то что-то со спортом не связанное. Но, конечно, Дукурс, конечно, это Бобслей, надеемся на Расторгуева. Но ничего вдруг не будет. Вот то, что у нас есть, то, что мы располагаем, потому что 9 февраля уже открытие. Так что, ну, за это время что-то из неизвестного подготовить до олимпийской медали невозможно. Так, у нас в последнем видеочате личный вопрос, как относится господин Крейпон к тому, что часть его комментариев разобрали на цитаты. Вспомните хотя бы футбольный матч Турции-Латвии или выступление Лагуты за локомотив в спидвее. Да положительно, вообще-то. Значит, люди смотрят, слушают. Спасибо, приятно. Спасибо вам за ваши комментарии. Будем прощаться. Анатолий Крейпон, спортивный журналист, комментатор, был у нас сегодня в гостях. Спасибо за ваши звонки. Меня зовут Андрей Лешкевич. Всего доброго, до свидания.